Нужно сказать о том, что 30 лет тому назад был принят закон о кочуверодовообщении в республике Саха-Якутия. Это первый закон был в Российской Федерации, в нашем субъекте. Закон написала я. Принимался он, конечно, очень сложно. Во-первых, это 90-е годы, да, 92-й год. И сложность заключалась в том, что в этом проекте мы записали собственность на наши исконные земли. Что это собственность общин, младши с народом Севера, наши исконные земли. Мы всегда знали, что это земли наших предков, наши родители послили, мы сами послили не на этих землях. И, конечно, мы, когда писали закон, мы предполагали, что мы будем на этих землях пасти своих оленей. И сегодня, спустя 30 лет, можно сказать, что все, ну не все, а цели, задачи выполнены. У нас в Якутии, как ни в одном другом регионе Российской Федерации, проживают пять коренных народов Севера, которые занимаются оленеводством. Нигде в мире столько количества людей нет, то есть народов нет, которые занимаются оленеводством, традиционными видами деятельности охоты, рыболовства, оленеводства. И нужно сказать, что когда вот закон принимался, мы разрабатывали этот проект очень долго, согласовывали длительное время. И когда закон был принят, Верховным Советом последнего 12-го созыва в Якутии, когда закон был принят, депутаты бурными аплодисментами приветствовали. Принятие этого закона я никогда не забываю, я всегда помню вот это мгновение, когда весь зал, все депутаты бурно аплодировали принятие этого закона. И нужно сказать, что действительно за эти 30 лет сделано много, закреплены земли в годе родовых общин, больше 45 миллионов гектаров закреплено за родовыми общинами с оформлением всех кадастровых документов. Создана территория традиционного природопользования в 21-м районе республики Саха-Якутия, как исконные земли коренных народов Севера. Далее, значит, у нас развивается общинное оленеводство, и оно финансируется, поддерживается так же, как и другие оленеводческие хозяйства на уровне СПК, МОПы, ГУПы. Поэтому у оленеводов появился очень мощный стимул заниматься своим оленеводством для своей семьи, для своего рода, и это очень важно, потому что так жили наши предки, но в отличие от них наши общины получают государственную поддержку, субсидии из бюджета республики, и это очень важно, потому что это время становления. Мы со временем сможем перейти на самофинансирование, на самоокупаемость, и самое главное, мы должны сохранить свои традиции, свое оленеводство, свою культуру. Оленеводство – это огромный пласт культуры. Мы записали со своей тетушкой, родной тетушкой Осени Дарьей Михайловной и дядюшкой Осениным Николаем Михайловичем, они оленеводы, мы описали 33 формы рогов оленя. 33 формы рогов оленя. Это же огромный пласт культуры. Мы записали 20 слов в состоянии снега, это тоже культура называется. Мы также записали полувозрастные группы всех оленей, и мы также записали масти, потому что ни один другой народ не вырастил так много, многообразие мастей. Есть пестрые, белые, серые, очень темные, очень черные. И вот эти все слова мы записали. И это очень важно, потому что для того, чтобы заниматься оленеводством, мы должны знать это все. Знать не просто так, на русском языке говорить, общаться. Сложно заниматься оленеводством посредством русского языка, потому что палитра введения оленеводства очень такая большая. И очень много терминов мы нашли. Лексику оленеводческую мы записываем прямо предложениями. Например, у нас есть раздел «Качиевье», «Ногаджак», «Ринджак», это когда мы уже новые стойбище разворачиваем. Есть по сезонам очень много разнообразия. Летом, весной, осенью, зимой, весной. Это все-все-все надо писать, все надо успеть. Мы также занимаемся описанием географических терминов. Очень много. Потому что вы видели, что Эвены освоили громадную территорию. Это Сахалин, Сахалинская область, Камчатский край, Хабаровский край, Магаданская область, большая часть территории Якутии, половина Чукотки, что я еще не назвала. И вот эта территория, она освоенная в Венаме, благодаря только оленю. Не было ни самолетов, ни другого транспорта. И вот я всегда сейчас вот сижу, восхищаюсь своими предками, потому что действительно очень огромный пласт культуры, который нужно сохранить, сохранить. У меня есть цель, задача вот это все записать и передать ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, чтобы, да, наш язык, может быть, мы его потеряем, никто не дает карантию, но мы хотели бы, чтобы именно в ЮНЕСКО были сохранены вот эти наши языки. Много грана язык там, очень много. Вот я недавно стала заниматься этим, записывать лексику оленеводческую, да. И про то мы делимся же. У нас есть оленеводы по регионам, они по-разному говорят. Допустим, вот Кобяйский район, Сибианские вены, по-другому все называют. У нас Тампонские, а в Тампонском районе мы занимаемся, то есть мой род жил в Хабаровском крае, в Охотском районе. И часть наша жила на территории, на большей территории Усмайского района. Мы сейчас возвращаемся на свои земли. Наши общины у нас в Пастбищне хватает, и мы перегоняем часть своего стада, Восьмайский район, на свои исконные нашего рода земли. Это на карте Академии наук СССР эти земли обозначены, как земли рода Горбикан, Горбикан 1, Горбикан 2. Но наш род не Горбикан назывался, он назывался Гербанькан. И мы вот эти земли вот сейчас пишем, осваиваем, все географические названия надо записать. Они, допустим, ивены никогда не блуждали. Они, например, добыли оленя, вот такой обычай, немат. Охотник отдает мясо, вот то, что он добыл, оставил там где-то далеко, где добыл. И дарит свою добычу своему соседу, родственнику или кому-то из тех людей, кто живет вместе с ним. И он ему объясняет, как доехать до этого места добычи. Это очень интересно, потому что мы в этом живем, поэтому не очень обращаем внимание. Но так идет, есть обычай такой, да, очень хороший, добрый, чистый обычай дарить свою добычу. И вот этот человек, которому подарили, он должен доехать. И по сей день никто, не было такого случая, чтобы кто-то не доехал, не нашел добычу. Поэтому очень-очень-очень много разделов, которые нужно записать. И, конечно, мы будем его сейчас новые технологии. Слава Богу, мы будем говорить о том, что есть то, что мы смогли сохранить. Потому что мы опасаемся, мы боимся, какое-то слово потеряем или что-то такое. Но очень хочется сохранить все в том объеме, в котором говорили наши предки, наши родители. И диалект разный, тоже интересный. Потому что мы отдаленно друг от друга живем. И это, естественно, налагает отпечаток, потому что мы называем вещи, ну, допустим, вода, дрова, там, по-разному называем. Это очень интересно. Дальше, значит, мы должны большой объем сделать по рукоделью. Мы с тетушкой пишем, она мастерица, основательница большой мастерской в соухозе Тампонской, Тампонского района. И вот как кроить, как вы делаете, вот это все технологии мы тоже должны описать. Большая, много-много работа. Также я являюсь основателем очень большой организации, ассоциации оленеводов мира. Это была моя идея, когда в 90-е годы к нам в Тополине приехали самые оленеводы. Мы общались три дня и три ночи сказки. И пришли к выводу, что можно собрать оленеводов. Оленеводческие народы мира. И мы смогли собрать в 93-м году. И вот с этого момента мы работаем. Прошло тоже 30 лет. И очень большие у нас результаты есть. Мы объединили больше 26 оленеводческих народов мира. Тоже огромный пласт работы, интересный пласт работы. Мы, ну как бы олень один, да? Еда разная, национальная одежда разная, да? Вот очень большой пласт. Мы описали арктическую кухню. Большой проект был, который поддержал арктический совет. И теперь, значит, мы должны начать работу по одежде. По одежде тоже большая работа предстоит. Это вы видели выставку, да? И вот поэтому также я являюсь главой общины имени Петра Егоровича Погодаева. Это мой, наш отец. Большая семья, 9 детей. Все наши мужчины занимаются оленеводством. Работают в общине оленеводами. Дети в их пошли, внуки сейчас работают. Мы каждое лето со своими всеми детьми выезжаем, внуками там выезжаем. Но мы там работаем, отдыхаем и занимаемся оленеводством. Поэтому, ну, я думаю, что общины стоят, уже состоявшиеся общины. И я хочу сказать, что наши общины оленеводы решают вопросы национальной безопасности. Во-первых, мы охраняем границы России, да? Громадную территорию, границы России, арктические границы России. Оленеводы там живем постоянно. Это очень важно. И также мы решаем вопросы национальной безопасности по продуктам питания, да? Почему? Потому что мы производим оленину, экологически чистый продукт. У нас дикоросов много, это очень много рыбы разных видов. Поэтому мы также решаем вопросы национальной безопасности по питанию, экологически чистым продуктам. Когда-нибудь, может быть, люди... Ну, это очень большая территория, Арктика, да, России. Громадная территория. И каждый квадратный метр, квадратный километр может дать очень экологически чистые продукты питания. Это в больших объемах, может быть. Поэтому коренные народы Севера осознали, я думаю, себя. И за очень короткий срок, ладно, 30 лет, может быть, это много, но за это время они одеяли свою национальную одежду, уже пасут своих оленей на свои земли. Это очень большое достижение.